Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сколько раз я уже рассказывал про замечательный способ получить максимум вкуса и аромата из продукта. Я про концентрацию. 5, 10. В последний раз это было кажется вот в этом ролике. Это был совершенно замечательный суп, крем-суп из шампиньонов. Если смотрите сегодняшний выпуск на планшете, не надо скрепить зубами. Во всех своих выпусках, если я упоминаю какой-то ролик, то ссылку на него обязательно даю в описании видео. Итак, сейчас лето и сейчас самое время есть совершенно потрясающие сладкие ароматные помидоры. А зимой таких помидоров нет. Зимой все помидоры пластмассовые. Причем такая ерунда происходит не только в краю вечно зеленых помидор, но и по всей Средиземке. И местные жители давно уже освоили потрясающий способ заготавливать вот эти летние яркие вкусные помидоры на зиму. Они их завяливают и хранят в таком сушеном виде в мешках. Столько, сколько потребуется. А когда захочется насладиться этим летним вкусом, заливают оливковым маслом, добавляют немножко пряностей, соли и с удовольствием трескают. Ну, недельки через две. В наших краях летом жара стоит под 40 градусов. Поэтому их завяливают за пару недель просто под ярким солнцем. Укрив от мух, конечно. Если же в ваших краях погода летом чудит, то есть способ управиться побыстрее. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. Для начала пара слов про помидоры. Для завяливания лучше всего подходят мясистые сорта, в которых мало сока и много мякоти. Вот такие слиловидные вполне хороши. Важно отбирать для завяливания помидоры целые, на которых нет следов гниения или, не дай бог, плесени. Один такой вот испорченный помидор заразит спорами весь мешок. Поэтому отбирайте тщательно. Для начала помидоры надо тщательно вымыть. Я это уже сделал. А теперь важный момент. При сушке шкурка помидора снаружи высохнет быстро. Чтобы слегка замедлить этот процесс и чтобы разница между внутренней частью помидора, более мягкой, и шкуркой по сухости была не такой заметной, я смазываю все помидоры оливковым маслом. Без фанатизма. Если вы завяливаете помидоры для длительного хранения и собираетесь их хранить в сухом виде, то смазывать ничего не надо. Теперь нарезаем на четвертинки. Эти места, копки, можно отрезать, а можно не трогать, как вам больше нравится. Следующий этап. Если у вас помидоры очень мясистые и сока в них мало, то вы вот этот этап пропускаете. У моих же сок многовато, поэтому сердцевину я удалю, оставив только вот эти вот мясистые шкурки. А все внутренности попозже измельчу в блендере и упарю до загустевания. В наших краях совершенно спокойно можно купить уже завяленые помидоры. Причем я встречал в продаже как с вот этой сердцевиной, семечками, так и без нее. Я рекомендую вам попробовать половину приготовить без семечек, а вторую половину семечками и выбрать потом, что вам больше нравится. Кстати, можно не чирикаться с ножом, а просто пальцами вот так вот вытягивать все семечки с лишней жидкостью из помидор. Оно быстрее и больше мякоти на помидорах останется. Смотрите сами, как вам удобнее, в общем. Выстилаю противень бумагой и выкладываю помидоры. У меня их много, поэтому положу поплотнее. На нашем солнце помидоры можно вполне сушить в дегидрателе. Если кто-то пропустил, гляньте этот ролик. Я там подробно его показывал и все про него рассказывал. Сохнут они в нем приблизительно одну неделю. В духовке, конечно, все гораздо быстрее. Часов 5-6 хватит. Сразу добавлю соли. Особенно соли усердствовать не надо. Дальше варианты. Если вы живете в жарком климате и собираетесь их сушить на солнце, то прямо сейчас их можно посыпать пряностями. Если же вы будете делать это в духовке, то пряности сейчас добавлять не стоит. Температура для них слишком высока и они потеряют львиную долю своего аромата. Убираю в духовку. Температура 95-100 градусов. Я еще и вентилятор включил. Дверцу совсем закрывать не надо. Пусть будет небольшая щелочка. Тогда влажный воздух будет уходить. Процесс сушки начался. Остается только ждать. Рекомендую вам сушить их сразу большое количество. Забивайте все противни под завязку, потому что получается помидоры очень вкусные и съедаются они возмутительно быстро. Прошло 5 часов. Смотрите, что получилось. Если вы собираетесь их сразу залить маслом, то на мой вкус не стоит их досушивать до победного конца. Получатся слишком жесткие. Нащупайте ту золотую середину, которая вам больше нравится. Пахнут отлично. Сейчас у них очень яркий вкус. Тут и сахар, и кислинка, и соль. Ну, правильно, воды почти не осталось. Перекладываю в банку слоями. И каждый слой нужно посыпать базиликом и орегано. Базилик и орегано. Укладывать их лучше поплотнее. А теперь осталось только залить ароматным оливковым маслом. Примерно через 3-5 дней и масло пропитается всеми этими ароматами. И помидоры масло в себя впитают. И можно будет есть. Вот здесь у меня жалкие остатки вяленых помидор от предыдущей партии. Обалденный вкус. Просто обалденный. Из них получается совершенно прекрасная начинка для пиццы. Их можно добавлять в тесто для хлеба. Хлеб получается просто фантастический. На основе этих помидор получаются совершенно потрясающие соусы для пасты. Например, если кто-то не видел, вот в этом ролике я показывал, как делать соус маринара. На основе соуса маринара, просто добавив туда красного острого перца, получается классный итальянский соус арабиата. Я однажды подсмотрел, как совершенно классный итальянский повар. Я, по-моему, про него уже говорил. Джонаро Кантальдо. Делал эту самую арабиату. Арабиата в переводе с итальянского значит сердитая. Ну, это аналог нашей злой, то есть острой пасты. Так вот, он делал эту самую арабиату не из свежих помидор, добавляя перца, а вот из таких извяленных. Я тоже попробовал так сделать. Просто фантастика. Настолько яркий вкус вот у этих вяленных помидор, что вы один раз попробуйте, просто влюбитесь в них. Вот точно говорю, если еще ни разу таких помидоров не пробовали, приготовьте и попробуйте. Это фантастика. Вы влюбитесь в них с первого же кусочка. Друзья мои, ну, для начала, новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряйтесь и расстроитесь. И ко всем обращаюсь. Загляните в описании видео. Там есть ссылки на соцсети, на инстаграм, на жж, на вконтакте. Если вы что-то приготовили по рецептам кулинарной пропаганды, не поленитесь, сфотографируйте и похвалитесь в группе. Не забывайте, у нас кулинарная пропаганда. Давайте пропагандировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok